Здоровый мужчина не совсем обычный формат от Шамшурина. Будет печальная статистика, которую многие так любят. Итак, поехали. Значит, уровень тестостерона у современных мужчин падает катастрофическими темпами. Не ожидали, да, про тестостерончик? Значит, исследования на 170 тысяч здоровых мужчинах в возрасте от 19 до 38 лет показали падение качества репродуктивного материала ровно на 56% в период с 1973 по 2011 годы. Это во всем мире у мужчин. Плюс падение среднего уровня тестостерона также в мире у мужчин практически в два раза. Далее, значит, в странах бывшего СНГ женщины живут на 10 лет дольше, чем мужчины. Это называется неким гендерным разрывом. И по статистике ООН этот разрыв в этих странах бывшего СНГ критичен, и он намного больше, чем во всех остальных странах мира. Далее, мужчины совершают самоубийство в России в 6,5 раз чаще, чем женщины. Есть некий общемировой показатель, что в мире мужчин самоубийств больше, чем женщин в 1,8 раза. Но в России мужчины убивают сами себя в 6,5 раз чаще и больше, чем женщины. Вот такая вот статистика. Ты вообще заметил наверняка, что матрица, система, государство, элита, оно все больше делает мужчин покорными, бесправными, слабыми и так далее. И для этого используется в частности, в том числе, и такой инструмент, как женщины. То есть не то, что инструмент, женщины, сами даже где-то того не подозревая, здесь служат инструментом в этой цепочке. Значит, как это происходит? Феминизм, законы под женщин, общественная поддержка, семейное право. Все это отбирает у мужчин с каждым днем реально все больше и больше и больше прав. И нагружает их все большим количеством должен, ответственен и так далее. То есть ты только должен. И особенно сильно это проявляется в таких межгендерных отношениях, когда ты только начинаешь общаться с женщиной. Реально, ну вот есть такая история, не могу не согласиться. Ты уже, я сейчас говорю про мужчин, далеких от моей темы. Ты уже все им должен. То есть ты все должен уже с самого начала. Она тебе ничего не должна, она просто красивая. А женщина, в свою очередь, то есть мужчина все больше должен. И все больше, меньше имеет на что-то право. И ничего не решает реально. Женщина решает все. Когда будет секс, будет ли вообще у тебя секс с ней. Куда вы пойдете, что вы будете делать. Когда у вас развод, и она забирает детей, она решает там, с кем будут оставаться дети, с кем они не будут. Ну, как бы вот просто женщине отданы все образы правления. А женщины, в свою очередь, как бы все меньше что-то там должны. То есть они не хотят воспитывать детей, заботиться о своих мужчинах. Не хотят давать им какую-то энергию. И они хотят либо строить карьеры, либо заниматься какой-то херней, либо вообще ничего не хотят. Я красивая, я хочу плачешь, и не хочу ничего решать. Вот так выглядит сейчас картина межгендерных отношений. И как следствие все это приводит вот к такой вот, как я выше сказал, печальной, ужасной статистике. Да, неожиданно, правда, слышать это от Шамшурина. Наконец-то он якобы встал на вашу сторону. Зачем я все это говорю, да? Ключевое, я не хочу, чтобы ты стал вот ты, 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 ты. Стал частью этой статистики. И другие мужчины, ради которых я здесь все это снимаю и работаю уже многие годы. Да, вынужден признать, что есть реально такая фигня. То есть, ну, ключевое, я как говорил, что за это ответственен ты, так и буду говорить. То есть, ну, не торопись выключать или переключать, переключать. То есть, смотри, конечно же, я понимаю этих мужчин, да, но большинство из них, к сожалению, сейчас выбирают неправильную стратегию. То есть, они собираются в какие-то сообщества, где жалуются, вот, да что ж такое, да доколе ж это, да что ж это делается-то, творится с мужчинами. Как бы, и они находят себе подтверждение, они находят себе вот этих там каких-то товарищей, единомышленников. Вот они жалуются, вот, скидывают друг другу какие-то истории печальные. Все это понятно, да. Но это никуда не ведет, это неконструктивно. То есть, это ты застреваешь в позиции жертвы. Я же прекрасно их понимаю, этих бедных, там, вот, несчастных, обиженных мужиков, разозленных на женщин. Какая-то херня, а почему я должен, мне не должны. Согласен. Тем более, если еще алгоритма какого-то общения с женщинами нет в голове. Получается, я вообще в слепую, как слепой котенок, иду башкой, ударяюсь все время обо что-то. И таких мужчин все больше и больше. Но я все равно топлю за то, что ответственность на тебе. Почему? На тебе за то, что ты выбираешь какую позицию. Либо ты, как жертва, вступаешь в какую-то конфронтацию с этими женщинами, что вот, я буду вас бойкотировать, вы охренели, ничего не буду вам там, ничего не должен. Вот, буду вот поддерживать вот этот механизм, что я вот обиженный класс какой-то. Ты же хочешь секса, ты же хочешь нормальную женщину, как бы. И ты решаешь. Блин, я хочу все равно от этой жизни брать максимум. Мы женщины, и секс, и какие-то плюшки, и деньги, и все остальное. Я выбираю быть проактивным в этом вопросе, подстроиться под среду, и из нее выплыть таким образом, чтобы еще и оказаться на коне. Никто не говорит тебе, что да, иди, склоняй голову. Я за вот это топлю. И сейчас вот, как бы, меня сподвигло на это видео, значит, две вещи. Первое, то, что я наткнулся в своем закрытом мужском чате на какой-то диалог нескольких человек, которые, вот, там, мужчина, что-то там, он заплатил, она должна была, не должна была. То есть, развелось какое-то нытье. Ну, как бы, от этого нытья толку не будет. Надо задавать себе правильный вопрос, что я могу сделать, чтобы из этого всего дерьма выбраться и еще и получить от жизни то, что я хочу. Как минимум, к сексу, к отношениям, к чему-то это все не приведет. Если почитать вот этих вот обиженников, так такое ощущение, что все 99 из 100% женщин, или 100, они плохие и все прочее. Нет, это не так. Если у вас будет 100 женщин, поверьте мне, вот 100 женщин у тебя будет. Вот, допустим, за ближайшие полгода в формате свиданий. Ну, допустим, пусть за год будет у тебя 100 женщин, допустим, что ты заедешься выходить на свидание. За год у тебя будет 100 женщин, это получается, ну, каждые три дня у тебя какое-то свидание. С некоторыми сексом, не секс, ну, допустим, если ты прям углубишься в эту тему. Поверь мне, поверь мне, ну, давай реалистичнее возьмем, 50 женщин у тебя будет за год, давай так. Значит, из 50, да, наверное, 5 будут прям конченые прошмандовки, прям конченые. Еще 10 будут, ну, такие прям стрёмные какие-то, что-то прям с ними будет не так. Еще, допустим, нет, сколько получается? Это будет 15. Еще 10 будут какие-то прям, ну, просто не твое, но в целом, ладно, нормальные. Просто мне не понравилось что-то в них, в характере, в отношениях жизни, там, в сексе, не знаю. И 25 будут нормальные, там, 5 из них будут вообще охеренные, ну, 25, половина точно будет нормальных. То есть, это я к чему, что нормальных женщин, которые тоже, кстати, не хотят ущемлять мужчин в правах, ничего не хотят плохого с ними делать, хотят быть подчиняемыми, слабыми, оттраханными жестко, готовить своего мужчине кушать с любовью, там, поддерживать, беспокоиться за него, там, деток растить. Таких реально половина точно, ребят, 100% по себе это знаю. То есть, это первая причина, что я хочу сообщить тебе, что женщины нормальные есть, и чтобы ты не стал частью этой статистики. А вторая причина, собственно говоря, что меня сподвигло на съемку этого видео, это то, что я написал очень крутую статью как раз на эту тему, которая начинается с вот этой печальной статистики. Эта статья только для мыслящих, интеллектуальных парней, которые должны быть в курсе, хотят быть в курсе происходящего, они не хотят закрывать глаза, я ничего не знаю, я в домике, да. Мужчин, которые хотят понимать, что происходит, причем на глобальном уровне, со стороны системы, со стороны матрицы, со стороны элит, правительство, государство и так далее. То есть, смотри, в этой статье, вот эта печальная статистика, там рассказано подробно, откуда эта статистика взялась. Там рассказано о том, кто, в чьих интересах, кто это делает, и зачем это делается. Если коротко подсказка, чтобы мужчина, который не имеет никаких прав, даже со своей женщиной, не может слова сказать, им очень легко управлять. И это мужчина, который дальше в перспективе идеальный раб. Если ты не хочешь стать рабом, тебе обязательно надо эту статью почитать. И самое главное, в этой статье написано, что с этим всем делать, как этому всему противостоять. Ты, если ты мыслящий мужчина, должен быть обязательно в курсе. Значит, только для мыслящих людей. Эта статья в свободном доступе, все находится у меня в телеграм-канале, вот здесь вот внизу. Если на него подписан, то ты уже наверняка ее прочитал или читаешь. Если не подписан, то подписывайся и получай доступ к этой статье, смотри, читай ее. Ты должен быть в курсе, что происходит, а не просто ходить, ныть. И ты должен знать, что с этим делать, самое главное. Ты должен быть к этому готов, и ты должен даже в этой дерьмовой ситуации быть, наконец, собирать от жизни то, что ты хочешь. Плюс у себя в телеграм-канале, если ты у меня еще не подписан на него, то, значит, ближайшие 2-3 недели я буду подробно раскрывать эту тему, того, как мужчин пытаются поработить. У меня болит душа, я реально хочу, чтобы люди были в курсе, что нахер происходит. Потому что есть реально много людей, которые просто живут и не задумываются о происходящем. Там я буду эту тему разбирать, раскрывать подробно, как в этой ситуации быть тебе с женщинами, со своими желаниями, как не стать рабом. И подсказочка еще, там речь пойдет о сильном мужском гене. Это очень важная херня, которая есть в каждом из нас, но в большинстве случаев, у большинства мужчин он не активен, мужчины им не пользуются, мужчины его не включают. Внимательно обязательно прочитай статью, которая здесь внизу в телеграм-канале, и твои глаза на мир просто раскроются.